Первыми почётными гражданами Сочи стали музыканты. В 1966 году этого звания удостоились хормейстеры Клавдии Птица, Людмила Ермакова и Борис Тевлин. В 2002 почётным гражданином стала Алиса Дебольская, заслуженный работник культуры РСФСР. Чуть ранее это звание присвоили известному сочинскому журналисту Семёну Манику. На выставке представлены редкие материалы, рассказывающие о знаменитых сочинских деятелях культуры и искусства. Это афиши, концертные программы, фотографии, личные вещи, авторские книги, награды, которые дают представление об огромной просветительской деятельности. Среди почётных гостей Дачи Барсовой сегодня ученик профессора Тевлина, ныне руководитель Камерного хора Московской консерватории. Александр Соловьёв по просьбе супруги Бориса Григорьевича передал в Дар-музею ещё несколько материалов из личного архива сочинского дирижёра, а также пополнил экспозицию авторским трудом. Борис Тевлин – материалы и документы. То, что их помнят в городе Сочи для Московской консерватории, это очень важно. Собственно говоря, Борис Григорьевич Тевлин в 60-е годы прошлого века вместе с Людмилой Владимировной Ермаковой и Клавией Борисовичем Птицей был одним из хормистеров праздников песни. И вот эта традиция, которая была заложена в прошлом веке, она до сих пор даёт какой-то очень позитивный импульс. Культура делает город. Получается так. И эти люди, они всегда с нами. Пожалуйста. Ермакова Людмила Владимировна, которая останется с нами. Птица Клавдий Борисович, Алиса Фёдоровна Дыбойская. И мы горды тем, что у нас есть такая история и такая память. К слову, Борис Тевлин помогал готовиться Сочи и к всемирным хоровым играм. Сегодня хоровые традиции в городе продолжаются. На курорте создаётся сводный детский хор, в составе которого уже полторы тысячи юных вокалистов. Выставка же, посвящённая почётным гражданам Сочи, теперь останется в музее Дача Барсовой.